Привет всем гостям и постоянным зрителям канала Лариса Косметон. В сегодняшнем видео я хотела бы поделиться с вами своими фаворитами декоративной косметики за 2018 год, а также показать процесс создания этого красивого макияжа. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной и желаю вам самого приятного просмотра. Любимая база Face Blur от Etude House. Эта база несколько даже осветляет и освежает тон лица, содержит SPF 33. Она не слишком матовая, но при этом не чересчур сияющая, в общем моя любимая. Из тональных средств мой любимый тон уже второй год подряд, который я практически закончила в одной баночке и купила уже в новой баночке. Это Dream Satin Fleet от Maybelline New York. Кроме него в любимчиках у меня также появился Healthy Mix Serum в оттенке 51 от Bourjois. BB крем Classic от Garnier в самом светлом оттенке Ivory Beige. А также корейский BB крем от Holika Holika, который называется Petite Clearing. И корейский аналог знаменитого Double Wear от Estee Lauder, который называется Triple Wear от Apieu. Конечно же, не у всех тонов идеальный для меня оттенок. Например, вот этот слишком светлый, этот тоже достаточно светлый. Эти несколько темные мне, но я нередко пользуюсь трюком смешивать различные тональные средства. Или для осветления также у меня есть светлый Adjuster от NYX. Я думаю, какой бы сегодня выбрать тон из всего этого многообразия. И, возможно, решусь смешать несочетаемые на первый взгляд, совершенно разные по покрытию и по финишу, вот эти тона. Ever Better Glow от Clinique и Triple Wear Foundation от Apieu. Apieu у нас практически белый, это оттенок Frozen. Я думала, что будет темнее, иначе бы заказала хотя бы второй оттенок. Clinique самый светлый тон, достаточно теплый, имеет оттенок и все-таки для меня темноват. Вот такой вот он оранжевенький, но если их смешать один к одному, мне кажется, должно получиться неплохо. Из любимых спонжей у меня продолжает быть в любимчиках знаменитый спонж от Real Techniques. Как большая версия, так и маленькая для зоны вокруг глаз. Неплохой также спонж из Fixed Price, Good Look называется. Также недавно попробовала обновленный спонж от Reflame. Но, если честно, их предыдущая версия мне нравилась гораздо больше, который был фиолетового цвета. Но его сейчас в наличии нет, и влажный у меня именно этот, поэтому им буду наносить. Но лучший из вышепоказанных, это безусловно, вот этот от Real Techniques. Я уже смешала этих два тональных средства. Буду наносить. Мне кажется, эти два тона неплохо дополняют друг друга, как в плане цветовой адаптации к моему лицу, так и в плане финиша. Так как этот очень сияющий, но мне обычно требуется его припудривать. Этот чересчур плотный и матовый. И вместе получается, мне кажется, нечто пригодное для ежедневной носки. Хочу показать свои любимые консилеры за последнее время. Их, конечно, очень много, но вот самые, наверное, любимые, те, которыми я пользовалась чаще всего в 2018 году, были Fit Me от Maybelline в оттенке 05. Он очень светлый. Чуть потемнее Liquid Camouflage от Catrice. Это открытие прошлого года, но и в этом году я его часто использовала. А также мне очень нравится корейский консилер от The Same, который называется Tip Concealer. Этот брала по рекомендации Виктории Ковка The Cat. Но давайте я использую сегодня два консилера, так как они также неплохо дополняют друг друга. Нанесу немножечко и вот этого светлого от Maybelline Fit Me, и немножечко вот этого более темного. Но их надо по чуть-чуть, очень пигментированы оба. Больше всего люблю растушевывать подушечками пальцев. Я не наношу такие плотные консилеры в виде треугольника, так как мне не нужно кукольное инстаграммное лицо. Я просто потом оттушевываю немножечко к носу. И самые остаточки чуть-чуть распределяю по верхнему веку. Нелегко заменяю этим нанесение специальной базы. В конце также можно немножечко спонжа печатать. Консилер под глазами сразу можно зафиксировать пудрой No Filter от NYX. Все остальное лицо не буду припудривать, только Т-зону. Кстати, фавориты у меня вот в такой корзинке. Еще и в косметичке. То есть, натащила целую кучу косметики, но я действительно всю ее люблю и часто использовала в этом году. Когда мне требуется создать какой-то быстрый, но красивый повседневный макияж, я люблю использовать вот это свое трио из стиков. Это бронзирующий стик от NYX, стойкие румяна Infoable от L'Oreal и МакМастер Стробинг от Maybelline. И начинаю растушевывать. Для тона, а также для всех кремовых текстур, очень классная кисточка вот такая от L. У меня уже есть и новая такая про запас. Просто она очень классная, но при этом бюджетная с сайта iHerb. Любимая кисточка для растушевки румян – это Stepping Brush от Real Techniques. Особенно кремовый, просто замечательно она растушевывает. Этот же стик можно просто растереть пальцами, он легко растушевывается, хайлайтер. Но сегодня я хочу, чтобы было больше хайлайтера, и я буду еще дополнительно наслаивать некоторые хайлайтеры. А любимых сухих хайлайтеров в этом году у меня появилось достаточно много. Хайлайтер от Estrade в оттенке розовое золото. Давайте нанесу его на эту скулу. Просто очень красиво он блестит. Также классный, могу порекомендовать вот этот хайлайтер Wet n Wild. Он тоже очень сильно блестит. Чуть-чуть более темного оттенка. И еще очень классный хайлайтер вот в этой палетке. Мариньер от Vivienne Sabo. Так же, как и контур тут очень-очень красивый. Я, наверное, смешаю оба и нанесу. На вторую скулу. Здесь у меня такой более золотистый, мне кажется, блеск получился. Здесь более розоватый. Но оба очень красивые. Сразу также продублирую скульптор. Новые любимые румяна от Bourjois. Оттенок номер 16 Rose Cope. Мои новые любимые хайлайтеры от Makeup Revolution. К сожалению, сейчас продемонстрировать на себе не могу, так как уже нанесла много. Но вот просто посмотрите. Liquid Champagne. Оттенок один. И Liquid Starlight. Более такой, с розовинкой. Они имеют такой металлизированный блеск. Люблю их наносить на скулы, но на остальных участках в дневном макияже они, мне кажется, слишком заметными. Но на скулах это хорошо смотрится. А сейчас, наверное, нанесу только вот сюда. Так же хочу посоветовать вот эти хайлайтеры от NYX Away We Glow. Так же два оттенка. Crystal Clear и Daytime Hello. Такой более золотистый. Но вот Crystal Clear вообще обожаю. Пожалуй, нанесу его на спинку носа. Мне кажется, он там так уместно смотрится, потому что он очень деликатный. Его можно на разные участки наносить. Можно под бровь. Любимых средств для бровей у меня тоже очень много появилось в этом году. Если вы обожаете карандашики с тонким грифелем, то лучшие, наверное, это NYX Micro Brow Pencil в оттенке Ash Brown и Vivienne Sabo Brow Arcade. Мой любимый оттенок 02. Также классный из классических карандашей Brow Artist в оттенке 03 от L'Oreal Paris. Из гелей для бровей очень люблю от Artvisage Fix & Care, который называется. Так же вот такой гель для бровей Fix & Ture Vivienne Sabo. И из коробочки Марка Кауфмана я люблю себе дослезки для бровей от Натальи Шик с фиброй. Также на удивление полюбилась мне помадка для бровей с сайта AliExpress, который называется Horse Oil. Тоже очень красивый оттенок, стойка. Даже не знаю, что из всего этого разнообразия мне нанести. Но давайте продемонстрирую вот эту помадку. Кисточка для бровей, кстати, тоже с Алиэкспресса, реплика от Tarte. Два года уже пользуюсь только ею. В принципе, можно оставить и так, но давайте я вам еще покажу. Из интересненького, наверное. Ну, карандаш Vivienne Sabo. Давайте совсем чуть-чуть нанесу вот этого тинта. Просто боюсь уже, что будут какие-то у меня огромные брови. Так, брови мы закончили. Давайте перейдем к глазам. Один из любимых палеток теней, это вот эта вот палеточка от NYX, попалась мне в бьюти ведре марка Kaufman. Много красивых оттенков теней. Они, конечно, не очень сильно пигментированы, но для ежедневного макияжа или для новичков неплохие. Также здесь есть хайлайтеры и румяна. Хотела показать еще одну палеточку от NYX, которая называется Away We Glow. Здесь очень много сияющих красивых оттенков, а также несколько матовых. Тоже с золотыми оттеночками 24 Carat Nudes от Maybelline. Конечно, эти тени немножко сыпятся, но лучше использовать специальную базу, и тогда выглядит все тоже очень красиво. Для повседневного макияжа, для поездок удобна вот такая маленькая палеточка пятицветная от Rimmel. Единственный минус здесь вот этот вот оттенок матовый, очень слабо пигментирован, но все остальные, 4 оттенка весьма неплохие. Кстати, вот этот вот скульптор от Estrade тоже до сих пор люблю и часто использую. Неплохая бюджетная маленькая такая палеточка с сияющими оттенками от Divash. Классные также тени-единички от Divash. Я оттенки эти подпишу, очень они мне понравились, пигментированы хорошо для своей цены. Эти тени Divash Color Sphere хорошо использовать как хайлайтер, но можно и как тени. Еще одни тени Divash Color Sphere, уже в таком более темном оттенке, но тоже красиво сияют, запеченные. Также очень люблю тени Prismatic от NYX в оттенке 04. Посмотрите, какие они красивые. Новый в этом году для меня был оттенок теней Color Tattoo от Maybelline, который называется 65 Pink Nude. И он такой слегка сияющий и красивый цвет розового золота. Его мы как раз таки сегодня используем вместо базы под тени. Пигмент от NYX в оттенке 20 Vegas Baby и специальный гель база под такие пигменты. Еще одни интересные тени с сайта Алиэкспресс. К сожалению, они мне пришли разбитыми, но я их починила при помощи лайфхака, который подсмотрела в интернете. Если вам интересно, ставьте лайки, пишите в комментариях. Они тоже очень мягкие и безумно красиво переливаются. Посмотрите. Там было много оттенков, стоят 100 рублей за штуку. Так что очень даже неплохо. Также хотела показать вот эти достаточно известные блестящие тени от Catrice. Единственный минус этих теней в том, что они очень быстро схватываются. И их лучше всего наносить по чуть-чуть и потом, если что, донаслоить. Иначе может быть эффект чешуи рептилий. Но я их наносила даже на новогоднюю фотосессию. Очень красиво они смотрели. И также еще раз хочу вам похвалить любимые кремовые такие тени, которые прекрасно растушевываются, долго носятся и не так быстро застывают на веки. NYX Lingerie в оттенке. 0,2. Но у них появились еще и матовые тени. И вот эти тени в оттенке 20 мне тоже нравятся для выделения складки века. Давайте я как раз таки сейчас попробую их нанести. Но их нужно быстро также растушевывать. Эта кисточка у меня из натурального ворса от Valeride. Из карандашей для глаз хотела бы отметить вот этот черный гелевый карандаш от Divash. Очень стойкий. Вот такой карандаш от марки Vicon. Достался из коробочки марка Kaufman. Я его сейчас буду использовать как темный каял. Он, кстати, с блестками, но мягкий. Хорошо рисует на этой зоне. Мне кажется, сразу взгляд стал выразительнее. Светлый каял у меня есть от Essence. Его нанесу в уголочек глаза. Коричневая подводка гелевая от Maybelline мне тоже очень нравится. Однако я сейчас просто уже не успею ее нанести. Из новых классных тушей хотела поделиться Paradise Ecstatic от L'Oreal. И Divash 906090 Pump It Up. У меня будет отдельное видео, посвященное 10 классным бюджетным тушам. Ну, давайте нанесем Paradise на один глаз. Даже в один слой посмотрите, какой шикарный эффект. И на другой глаз тушь от Divash. Тут, наверное, придется пару слоев хотя бы сделать. Накрасить так чуть-чуть более аккуратно. Любимых средств для губ у меня тут еще целая корзинка осталась. Конечно, я их всех не смогу продемонстрировать, но покажу поближе, так чтобы вы обратили на них внимание. Это бальзам для губ с кокосовым маслом от Faberlin. Бальзам Blistex. Помада-бальзам от Jane Aridale. И вот такой классный бальзам за 100 рублей с сайта AliExpress. Так он выглядит. По внешнему виду аналог Dior Addict, но состав у него тоже оказался неплохим. И эффект хороший. Это скраб для губ сахарных от марки ELF. Очень неплохо подготавливает губы к нанесению, к примеру, стойких матовых помад. Любимых карандашей тоже великое множество. Это и выкручивающийся такой карандашик от NYX. NYX Suede вот в таком красивом оттенке. Сейчас вам продемонстрирую. И мой любимый также оттенок Cannes. Немножко его добавлю. Еще очень классный есть карандашик от Maybelline Color Sensational. И также мой любимый карандашик от GOSH. Все названия я подпишу внизу в описании под видео. Из помад в виде стиков хотела бы отметить вот эту помадку от Divage. Смотрите, какой красивый оттенок. Также матовую помаду от L'Oreal. Также из матовых помад жидких помады комплименте от Reluie. Матовая помада от Kailin. Очень красивый, яркий, сочный оттенок. Невероятно стойкая помада от Maybelline. Вот такая, как краска для губ. Оттенок 65. Очень неплохие жидкие матовые помады у Divage из серии Velvet. А также Vivienne Sabo. Мой любимый оттеночек. На настоящий момент 219. Из блесков для губ. Любимые блески от Sensation Cosmetics. Такое лаковое топовое покрытие. И безусловно NYX Pachi Gloss. Давайте сейчас я нанесу вот эту помаду от L'Oreal. И сверху закреплю блеском от Sensation. Такой приятный аромат. И очень красивый блеск. Ведь абсолютный мат уже выходит из моды. А так губы как-то более объемно выглядят. Сочными и сглаженными. Вот таким получился мой простой и в то же время эффектный макияж. С фаворитами декоративной косметики 2018 года. Это мои любимые тональные, основы, пудры, консилеры, кисти и спонжи для макияжа. Это мои любимые хайлайтеры, скульпторы, бронзеры и румяна. Мои любимые тени для век. Здесь мои любимые средства для бровей. Туши для ресниц, карандаши и подводки для глаз. Это мои любимые помады. Жидкие матовые, помады в виде стика. Также карандаши для губ, бальзамы для губ из краба и блески. Для маникюра вот этот красивый гидовый лак от AC. Потом вот красный цвет был из этой серии супергель. Тут топовое покрытие от Rimmel. База Faberlic. Сушка вот такая вот. И еще гель для кутикул с Али Хэнсом. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поддержать меня пальчиком вверх. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Всех люблю, целую, пока-пока и до встречи в новых роликах.